Здравствуйте, дорогие друзья! Первое, что меня спросил Рафаил перед началом съемок нашего сегодняшнего блога. Так, какой сейчас месяц? 23 марта 2021 года мы снимаем выпуск нашего блога «Святая земля сегодня», который вы увидите уже в эту пятницу. И вот сегодня вас ожидает очень необычный выпуск. Вы увидите очень необычное место. А пока мы начнем немножко с погоды, потому что погода на этой неделе у нас тоже необычная. Ну, прежде всего, мимоза за моей спиной. Порадуем наших прекрасных дам, наших милых зрительниц. Мимоза, потому что в Израиле март, соответственно, мимозе положено цвести. Ну, а какая у нас погода, сейчас вы увидите. Ну как, вы готовы увидеть нашу погоду? Ну, тогда раз, два и три. Мои дорогие, перед вами Иерусалимские горы. Но это не туман, это пыль. Называется такое милое время у нас Хамсин. Это то, что вам никогда не покажут рекламные ролики Министерства туризма. То, что вам никогда не покажут блогеры и гиды, это живая святая земля сегодня. Хамсин, ветер из пустыни, суховей, который приносит пыль и жару. И, судя по его названию, Хамсин от арабского слова 50, дует он действительно 50 дней в году. Слава богу, не подряд, в разнобивку. Ну и вот, это первый Хамсин в этом году. Они у нас бывают весной, летом и осенью. Зимой нет, не бывают зимы, бывают туманы, дожди и прочие погодные явления. И вот вы видите эту пыль. Пыль тончайшая, которую невозможно ничем отфильтровать. Но дышать, честно говоря, не очень хорошо. Но мы с Рафаэлом не первый раз это переживаем, поэтому стараемся просто не думать. Даже, вы знаете, даже хочется ходить в маске, потому что чисто психологически она как-то защищает. Жарко, жарко очень. Ну вот, а видим мы с вами замечательные горы. Вот сейчас я покажу вам, как они выглядят без Хамсина. Вот так они выглядят. А внизу вы видите деревню. Вот эту волшебную деревню видят наши паломники и туристы всякий раз, когда уезжают из Иерусалима, и мы везём их в аэропорт. Что это за домики такие? И вот, вы знаете, каждый раз я говорю, конечно, заученную фразу, но мне кажется обидным. И хочется сказать, друзья мои, я готова вам целый час рассказывать об этом месте, а лучше всего давайте остановим автобус, отменим ваш билет и просто пойдём туда погулять. Но, к сожалению, это, конечно, невозможно. А сегодня, возможно, мы отправляемся с вами в деревню Лифта. Мы вступаем с вами в заповедный мир библейской деревни Лифта. Эта деревня была последней остановкой всех путешественников, идущих в Иерусалим. Прибывали они к нам кораблями и от Явского пурта шли в Иерусалим пешком. Дорога занимала два дня. И вот здесь, в этой деревне, они останавливались для того, чтобы отдохнуть, подкрепиться, купить хлеба, фруктов на дорогу. Обязательно купались в источники и переодевались в чистую одежду. И вот так, подготовившись и отдохнув, входили в святой город, совершали последний крутой трудный подъём к Иерусалиму. Жили в этой деревне с незапамятных времён коренные жители, арабы-палестинцы. Были они фермерами. Земли Лифты, кстати, простираются вот отсюда, от западного въезда в Иерусалим до самых дамасских ворот Иерусалима. Конечно, сейчас эти земли уже арабам давно не принадлежат. Но вот в те былые времена арабы жили здесь очень мирно и хорошо. Выращивали они богатые урожаи, делали оливковое масло, собирали инжир и виноград, продавали это всё на рынках Иерусалима. Ну и, конечно, продавали паломникам. В деревне всегда были такие кафушки, небольшие таверны, где паломники могли заказать покушать себе и переночевать. И вот жители очень разбогатели. Нужно сказать, что жители лифты, на арабском они называются лифтауи, носили на ноге золотой браслет, как отличительный знак. А также были известны тем, что очень ценили образование. В деревне было две школы для мальчиков и для девочек. И, ну, жили бы они так здесь и до сих пор. Но вот в 1947 году жизнь жителей деревни круто изменилась. Они были вынуждены покинуть свои дома. Думали, что на время, но оказалось насовсем. Об этом чуть позже. И так среди вот этих деревьев, это на самом деле не дикая природа, это миндаль, оливок. Среди этих террас, вот эти ступени, которые построили крестьяне, которые осваивали вот это место, чувствуется, естественно, присутствие хозяев. Хоть они отсутствуют. Такое присутствие в отсутствии. Тут я бы хотел поправить еще то, что Анна говорила про израильскую армию. Израильская армия это потом, когда уже страна была образовывалась. А тут мы говорим о разной бои, которые были в 40-е годы, до этого в 30-е, между разными группами, между жителями, то есть палестинцами и разных групп. Среди них были и легальных групп, и полулегальных. А некоторые считались совсем даже террористически, как группа Иргун. Так что это еще не израильская армия. В 1947 году, в декабре месяце, как раз атака была со стороны Иргуна. Иргун это была такая крайне радикальная националистическая, ревизионистическая организация. И нападали как раз на кафешку, которая здесь была. Пострадали только мирные жители, то есть никакие не войны и так далее. Но после этого жители лифта почувствовали, что место уже небезопасное, и они покидали свою деревню. Мы с вами идем через заброшенные сады жителей. Вот так уже 80 с лишним лет хозяев-то здесь нет, а деревья, сады остались. Вот инжир. Никто, конечно, не собирает урожай, но он продолжает жить своей жизнью. Вот уже листья появились на смоковнице. Вот уже первые завязи, первые смоквочки. Заросли медуницы. Посмотрите, какая красота. Обязательный житель всех палестинских садов. Кактус сабрес, опунция. Съедобный, но очень много семечек и колючек. И, конечно, ячмень. Я так люблю этот ячмень. Я вам могу его показывать просто целый день. Любой город, особенно на востоке, начинается с водой. Рек нет, поэтому любой источник воды, любой ключ – это и есть, в принципе, ключ к городу, к населенному пункту. В разные времена здесь были разные населенные пункты на одной и той же точке. Однако, звучание места всегда имело вот этот фонетический звук. Это лифта или нафто или нефтоа или нефтоах. Поэтому много идентифицирует эту деревню лифта с упомянутой книгой Иисуса Новин, 15 глава, Мей-нефтоах. Мей-нефтоах – это означает вода, которая открывается, вода, который… То есть название для… древнее название источника. Некоторые утверждают, что это искаженная форма египетского фараона Мернефтах. В византийском периоде здесь также был городок Нафто. Так что нафто, нефтоах, лифта, так как называется место сейчас – это один и тот же пункт. Ну, бывал ли здесь когда-нибудь египетский фараон Мернефтах, мы, конечно, не знаем. А то, что сегодня здесь собралось большое количество людей, это точно. Сегодня в Израиле очередные, а вернее четвёртые за последние два года выборы нашего премьер-министра. И поэтому у народа сегодня выходной. Ну, а, естественно, куда идти, как не в бесплатный такой вот бассейн. Также отмечается конец локдауна, наконец-то можно выходить. Бассейны пока ещё закрыты, а вход в них будет только по зелёным картам. Поэтому такие места, как это, сегодня, конечно, переполнены. Ну, а мы идём дальше. Дальше, друзья, нас ждут с вами интереснейшие открытия в этой зачарованной деревне. Мы с вами по дороге наблюдаем пёстрое израильское общество, религиозные евреи, арабы, светские израильтяне. А здесь мы с вами видим очень красивую водотечь. Вот такие ручьи, водотечи от источников устраивали и древние римляны, и более поздние времена люди, для того, чтобы вода подходила ближе к их домам, ближе к их садам, огородам и так далее. Мы решили подойти поближе к ручью. Здесь совершенно сказочная природа сейчас, вот весной. Но, несмотря на наш восторг и наслаждение тем, что нас окружает, невозможно не думать о судьбе этой деревни. И мы должны вам рассказать о том, что здесь произошло. В 1947 году на лифту был совершён ряд террористических нападений от еврейских террористических организаций, Иргун и других. Да, я знаю, что они считаются героями Израиля, но по отношению к этим арабам они были террористами. И вот в декабре 1947-го обстреляли кафе, погибло много мирных жителей, потом был совершён ряд нападений на дома. И тогда жители деревни, поняв, что оставаться уже крайне опасно, решили деревню покинуть. Притом они ничего с собой не брали, они просто закрыли дома на ключ и уехали к родственникам. Кстати, то, куда мы заглянули сейчас, это, скорее всего, довольно старые, несколько сот лет, ему лет 200-300, судя по постройке, пресс для выжимки оливкового масла. Вот, тоже, конечно, всё сейчас заброшено, но можно себе представить, какое было фундаментальное на века построенное здание. Так вот, бежали они к родственникам и думали, ну, сейчас заварушка вот эта кончится, и мы вернёмся домой. И вот, когда в 1948 году кончилась война за независимость, Израиль в ней победил, зачистки все были выполнены, деревни вокруг Иерусалима были все освобождены полностью от арабов, жители деревни Лифта не смогли вернуться в свои дома. Во-первых, им препятствовала армия, и стреляли в них, когда они пытались вернуться, и всякое такое. Но ещё одна причина была, об этом чуть позже расскажем, и покажем, как Израиль защитил деревню Лифта от её хозяев. И вот, в результате, потомки местных жителей до сих пор хранят ключи от своих домов, в которые они, увы, никогда уже не вернутся. Но могут ли такие замечательные дома, такие замечательные места, на такую красивую природу остаться просто пустыми? После того, когда была война 1948 года, Израиль в качестве того, что это чрезвычайное положение, а у израилетян постоянно чрезвычайное положение по отношению к арабам или к палестинцам. То есть, что такое чрезвычайное положение? Это когда без демократии можно сразу совершить, то есть арестовать кого-то, или взять какую-то собственность. Получается, эта территория принадлежала государству. Однако, из-за того, что дома были пустые, время от времени люди в них селились. Считается, что в 90-е здесь жили в основном, как вы видите, по граффити и так далее. Правда, это граффити новый, но что здесь были какие-то жуткие наркоманы и так далее, пьяницы. Это не совсем так. Это более, скажем так, постсоветская перестроечная даже молодежь, даже еще перестроечная, которые там в конце 80-х, начало 90-х, их взяли еще сюда, и вместо того, чтобы там гражданскую оборону и такие группы слышать у себя, там, ну, кто где, откуда, кто из Киева, кто из Минска, кто из Сибири, они это все делали здесь. Видите, что здесь написано? Да, вечность пахнет нефтью. Это вот, ну, принято, может быть, такое где-то видеть в каких-то старых развалинах, где-то там под Новосибирск. А вот мы видим это здесь, в лифте. Здесь действительно в 90-е были вот эта вот молодежь. Некоторые из них были наркоманами, действительно, но в основном это были творческие люди. Ну, личности, которые здесь обитали в 90-м, я тоже немножко застала те времена. Да, Рафаэль, конечно, знает больше, но я тоже помню матрасы здесь, валявшиеся, и в некоторых домах просто можно было ощущать, что кто-то действительно живет. Ну, как живет? Живет, конечно, совсем бедно и скудно, и явно временно. Это были такие, такая творческая, богемная, постсоветская молодежь, да-да, в основном русские, которые не нашли в Израиле себе места, которые явно выражали так протест обществу, но многие из них сейчас очень даже и уважаемые люди. Некоторые уехали потом в Америку и состоялись, как, например, музыканты такие современные, да, кто-то поэт, кто-то, например, художник или фотохудожник признанный. То есть, в общем-то, они не такие уж были, конечно, прям совсем отпетые наркоманы, но такая богемная молодежь того времени. Конечно, полиция их отсюда гоняла, и они прятались от полиции, естественно, это было все не разрешено официально, незаконно. Просто были периоды, когда полиция вдруг закрывала глаза на это, а потом начинала опять их гонять. Так что они вот так вот огородами пробирались на улицу Яфа, покупали какие-то продукты себе и возвращались сюда, в свои такие вот полуразрушенные, полузаброшенные дома на свои матрасы, к своим гитарам, блокнотам, к своим девушкам и так далее. Ну, некоторые, конечно, просто умерли, потому что действительно были наркоманы здесь серьезные тоже. Так что место было такое не очень благополучное. Ну и вы, конечно, спросите, и откуда же эта Аня так хорошо знает эту деревню, да еще и в неблагополучные времена? Ну, я просто разочарую немножко. Нет, я не принадлежала никакой богемной тусовке в свои 16-17 лет, но в деревне в этой я бывала, и бывала даже не раз. Был в моей жизни период, когда я еще занималась творчеством и как музыкант хотела что-то новое в этой области сказать. И вот мы с моим папой придумали такой интересный сюжет. Мы придумали снимать видеоклипы с классической музыкой, где я должна была и играть во всех смыслах слова, и танцевать. И первый клип, который мы хотели сделать, такой сюжетный, интересный, был на тему цыганских напевов Пабло Сарасате. Сейчас мы вам дадим даже чуть-чуть послушать фонограмму мою для атмосферы. Фонограмму, которой уже много лет. Ну вот, а для съемок клипа мы искали аутентичное место. По сюжету я была цыганка Сандра, в которую страстно влюбился Эдвард, благородный человек какой-то европейский. И он меня похищает. Мы вбегаем с ним в таверну заброшенную, и нас, естественно, преследует его отец, его брат, и на моих глазах его убивают. И тогда я обращаюсь в огненную саламандру, танцую цыганский танец, и звучат цыганские напевы Сарасаты. КОНЕЦ Вот, вот такая была задумка. И вот мы тут репетировали, поэтому дома эти все мы и мой тогдашний партнер Эмиль облазили все, знали здесь буквально каждый закуток, и вот тогда уже я совершенно просто влюбилась в эту деревню. То, что меня часто поражает, это вот это райское ощущение, вот это место. Действительно райское место. Дома роскошные. Но с периода, как только место потеряло своих оригинальных хозяев, и какая-то бедность, какое-то как бы ощущение, что что-то здесь не то. И даже до сих пор можно видеть, что несмотря на то, что это заповедник, но здесь нету знаков, ни исторические указания, никаких объяснений насчет домов. Я бы даже сказал, что небезопасно даже сюда ходить. Я даже думаю, может быть, лучше было бы даже делать здесь какой-то платный вход, но как-то сделать, чтобы все выглядело красиво. Но из-за сложностей и, наверное, из-за каких-то бюрократических проблем, которые мне неизвестны, никто здесь ничего такого не может делать. Хоть мне кажется, что даже когда здесь были в 90-х, то есть как бы вот эти ребята, да, молодежь, можно было бы решить, давайте как бы действительно сделаем здесь такое как бы из этого неофициальное собрание. И надо объяснить, что это были маргиналы, это было неофициально что-то. Люди тут просто собирались с гитарой и так далее, пели там или писали стихи, или съемки даже фильмов каких-то экспериментальных делали. Но это все было неофициально. Даже если кто-то там учился на каких-то школах искусств или в университет, но собрание здесь носило совсем такой непосредственный характер. Но может быть, министерство, там, культура или что-то могли бы как бы дать людям возможность просто жить здесь, творить, вместо того, чтобы место просто стояло в развалинах и в руинах. Ну и вот одна из причин, по которой не могут вернуться сюда былые хозяева, не только дело в том, что сейчас государство Израиль, а дело в том, что для того, чтобы они не вернулись, израильская авиация пролетела несколько раз над деревней, и в каждую крышу, в каждую арку была брошена бомба. Для того, чтобы в крышах были вот такие отверстия. А как известно, в каменном доме переделать каменную крышу очень и очень сложно. Вот поэтому эти дома уже, в общем-то, не подлежат, скажем так, восстановлению. Нет, можно, если очень много денег, современные технологии. Да, но у владельцев-то больших денег нет, поэтому они давно уже смирились с тем, что сюда они не вернутся. Тем более, что здесь теперь собираются делать новый большой проект. Мы узнали об этом тоже недавно, так что вот вам тоже новости со святой земли. Здесь собираются строить район с роскошными вилами. Но вилы будут, разумеется, не для народа, это уж понятно. Вилы в Израиле даже в менее красивых местах стоят в районе 4 миллионов долларов. Так что, я думаю, здесь уж это будет и побольше, и все, и 5, и 6. Ну вот, так что, да, я имею в виду вилы в Иерусалиме. Оговорилась для внимательных слушателей, скажут, а у нас в каком-нибудь там поселении где-нибудь дешевле. Да, нет, я именно про Иерусалим говорю. Вот такие дома. Видите, некоторые совсем-совсем уже разрушились, и, в общем-то, даже ничего почти что не осталось, но так живописно, волшебные руины. Миллион лет здесь не было. Правда, забыл, настолько место хорошее. Да, рай, просто рай. Но так жалко людей, ведь есть люди, которые, может быть, даже живо еще помнят это место, может быть, детьми здесь были, 47-48 год, это не так давно, а вернуться они сюда не могут и никогда не смогут. Вот, прямо такой, да, как будто кадр из прошлого женщина-мусульманка, как будто идущая своего собственного дома. Давайте поглядим. Здесь могут, могут приезжать, конечно, потомки владельцев. Вот, смотрите, какой дом. Да, весь заросший зеленью, но можно оценить. Очень-очень старинное здание. Как хранит прохладу, замечательно. Как хранит прохладу, вы не представляете себе, я сразу чувствую прямо дуновение свежего прохладного ветра, несмотря на то, что я на развалинах какого-то дома. Мир всем хозяевам, где бы они ни были, все равно это чей-то дом. Очень интересно, что палестинские дома, они как линзики. И вот, посмотрите, мы здесь не одни, фонарик. Кто-то тоже там обследует внутренности дома. И вот, поглядите, обязательно в крыше вот эти зияющие дыры, пробитые бомбами отверстия, чтобы уже невозможно было сюда вернуться. Видите, это были палестинские женщины, которые приходили тоже посмотреть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Посмотрите, какой изумительный дом. Увы, па-пам! Дырка в полу, дырка в потолке, где кто-то что-то снимает. Поэтому оттуда и была музыка. Ну и, конечно, всё очень-очень облечивающее. Ну как красиво! Вот этой дорогой, скорее всего, и шли Лука и Клеопа в Маус после воскресения Христова. Ай, вид отсюда! Хэй! Очень интересно вот это сочетание роскошь и бедности. Роскошь, потому что, смотрите, даже миллионеры сейчас не могут такие стены, себя такие широкие стены построить, да? Но бедность, потому что вот люди здесь сжигали костри, водка пили, там чего-то ещё принимали и так далее. Так что вот это... До сих пор вот эта запущенность есть, да? Это заповедник, вся территория, это заповедник, но это на заповедника что-то не похоже. Но можно понять, почему действительно привлекает это место для снятия каких-то клипов. Тут, если у тебя бюджет маленький, даже особо ничего не надо делать. И надевай какую-то там экстравагантную как бы шляпку или какой-то одежды своеобразной, и прямо как бы, я не знаю, Pink Floyd просто отдыхают. Ты можешь здесь просто делать интересные работы. И поэтому, действительно, ребята здесь... Даже моя жена хотела здесь какой-то клип подснимать. Я, в принципе, моя жизнь особо не связана с то, что здесь происходило. Хоть я могу сказать, что непосредственно знал кое-кого из этих людей, которые здесь собирались тогда в 90-х. Дело в том, что быть русскоязычным или быть связан каким-то образом с творчеством или ходить в каких-то школ художеств и так далее, и не знать кое вот все, что здесь происходило, это невозможно. Я не тусовался ни с кем, но вот в каких-то иногда встречах мог бы встречать вдруг каких-то людей с какими-то странными названиями, именами. Да, как там, по-моему, мох или мух, что еще, птах, пчел, комар. Не знаю, я, может быть, кого-то путаю. Меня, кстати, люди знали как Мусан, как моя фамилия Мусан Леви, Рафаэль, как бы не все меня называли Рафаэль или Фули, а как Мусан кто-то может, может быть, даже как бы вот слышал про существование такого супермаргинала. Потому что среди иммигрантов были тоже маргиналы. Те, которые собирались здесь, были своего рода тоже маргиналы от маргиналов. А я, я вообще хуже всех панков и хиппи и маргиналов, потому что я вообще никуда не принадлежу. Но ты еще и местный был. Да, еще и местный. Вот такие странности. Ну вот за такого странного маргинала я вышла замуж. И лифты, надо вам сказать, всегда участвуют в наших разговорах, в наших воспоминаниях. Это действительно какое-то волшебное, совершенно зачарованное место, очень романтичное на самом деле и, конечно, немножко грустное. Надеюсь, мы вам смогли передать и красоту, и особую атмосферу лифты. И вы еще раз убедились, что на Святой Земле все очень близко. И Библия, и история, и судьбы людей. И природа, и классическая архитектура. Потому что места очень такие древнеримские такие есть, что-то вот в этих камнях. Такое вдохновение необычное для периода модерна. Ну что, будем прощаться. До свидания, дорогие друзья. До встречи. Мы обещаем выходить в эфир как можно чаще и радовать вас новыми открытиями. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok